Глубоко уважаемый Андрей Александрович, уважаемые коллеги, позвольте представить доклад. Не секрет, что ежегодно в мире выявляют порядка 200 тысяч новых пациентов, больных раком почки, что в среднем составляет около 3% в структуре заболеваемости онкологическими заболеваниями. И если же мы коснемся заболеваемости Российской Федерации, то в 2013 году было зарегистрировано более 20 тысяч новых случаев, причем по темпам прироста заболевания вы видите, что 29% за 10 лет. Этот показатель достаточно высокий, и по этому показателю рак почки находится на втором месте после рака предстоятельной железы. Однако за последнее время мы обратили внимание на то, что большинство больных, которых мы выявляем первичных, это больные локализованным раком почки первой стадии. Как в мире, так и в России первую и вторую стадию выявляют приблизительно в 50-60% пациентов. В связи с этим изменен был подход к лечению данных пациентов. Если ранее считалось, что золотой стандарт лечения таких больных – это радикальная нефрактомия, еще описанная Робсоном, то с 2000-х годов изменились подходы. И в настоящее время золотым стандартом лечения локализованного рака почки является резекция, которая возможна как в лапароскопическом, открытом варианте, так и в роботосистированном. Очень интересная работа Куперберг с авторами. Они провели изучение изменения подходов у больных раком почки первой стадии. Вы видите, с 1993 по 2007 год было проанализировано большое количество пациентов. И обратите внимание, что в 2007 году доля резекции почки в лечении больных с первой стадии, из Т1, составила порядка 32%. И также обратите внимание, что доля аблативных методик у данной группы пациентов также увеличилась и составила 6,8%. Если же мы посмотрим на структуру распределения по размеру пациентов, которые выполняли резекцию, то мы с вами видим, что 3,25 пациентов – это больные с размером менее 2 см, порядка 60% больных с размером опухоли от 2 до 3, и 40% пациентов – это больные с размером опухоли от 3 до 4%. Конечно же, лапароскопическая резекция обладает рядом преимуществ. Среди них, конечно, меньшая травматичность, короткий послеоперационный период. Однако для выполнения необходим специальный инструментарий. Конечно же, чаще всего стараются хирурги брать на операцию пациентов с периферически расположенной опухоли небольшого размера, в среднем около 2,5-3 см. По тем результатам литературным, которые существуют, результаты резекции почки сопоставимы с радикальной нефректомией по онкологическим позициям. Однако, как мы знаем, лапароскопическая резекция обладает рядом недостатков, таких как большее время тепловой ишемии, таких как необходимость специального оборудования, высокая частота интер- и послеоперационных осложнений. И, конечно же, на результаты резекции влияет опыт хирурга. В связи с этим разработаны различными авторами модификации лапароскопической резекции. К ним относят такие, как наложение шва с использованием клипс, проведение вмешательства на низком артериальном давлении, применение гемостатических материалов, гелий и прочих, холдовая ишемия, а также сегментарное выделение сегментарных артерий для того, чтобы проводить неполную ишемию почки. Кроме того, ряд авторов высказывается в пользу такой методики, как радиочастотная аблация, которая применяется при лапароскопической резекции. В нашем институте мы также использовали эту методику. Для проведения радиочастотной термоаблации мы использовали аппарат компании Valilab. Он представлен на фото. В чем же суть этой методики? Суть методики состоит в том, что мы проводим коагуляцию по линии предполагаемой резекции почки, как представлено на рисунке, поэтапно коагулируется паренхима. При этом мы не выделяем ножки сосудистые, что, соответственно, экономит время. Проведение поэтапной коагуляции приводит к тому, что край резекции бескровный. В нашем институте выполнена в настоящий момент 231 операция лапароскопической резекции. Приблизительно половина, 120 пациентов, это больные, которым мы выполнили лапароскопическую резекцию с орочастотной аблацией, и 111 пациентов, которым мы выполнили лапароскопическую резекцию с ишемией. Мы провели анализ данных групп пациентов. Обратите внимание, что больные были сопоставимы по возрасту, у больных была сопоставимая скорость клубочковой фильтрации, в целом нормальные функциональные способности, и больные отличались по гендерному составу, а также вы видите, что средний размер опухоли был несколько больше в группе пациентам, которым мы выполняли лапароскопическую резекцию с ишемией. Это было обусловлено тем, что по мере возрастания опыта хирурга мы брали пациента с большим размером опухолей. Кроме того, мы оценили две группы по расположению опухолей. Вы видите, что чуть большее количество интерпроэнхематозных опухолей было в группе пациентов, которым выполнил лапароскопическую резекцию с применением ишемии. Приблизительно треть пациентов у них локализовалась опухоль как в верхнем, среднем, так и в нижнем сегментах. Также мы провели анализ послеоперационных показателей, таких как кровопотеря. И вы видите, что в группе лапароскопической резекции с применением речистотной аблации кровопотеря была достоверно меньше, так же, как была тенденция к уменьшению времени оперативного вмешательства. Вы видите, 120 минут против 134. Если же говорить про медианное время наблюдения, то здесь была небольшая разница. Дело в том, что лапароскопическую резекцию речистотной аблации мы используем уже достаточно давно, с 2006 года. А лапароскопическую резекцию с ишемией в последнее время мы используем чуть больше именно в тех случаях, когда мы оперируем пациента с большими опухолями, либо с опухолями, которые расположены интерпроэнхематозно, поскольку речистотная аблация в данном случае не самый лучший метод в связи с высоким количеством осложнений. Тенденция по послеоперационным осложнениям. Вы видите, чуть больше частота послеоперационных осложнений в группе пациентов, которым мы выполняли лапароскопическую резекцию с речистотной термоаблацией. Мы провели анализ структуры данных осложнений и выявили, что мочевой свитч, вы видите, около 5% в нашем исследовании был в группе лапароскопической резекции с речистотной термоаблацией. Это было обусловлено тем, что мы использовали данную методику в начале этапа освоения всем пациентам, в том числе пациентам с опухолей, которая локализовалась близко к чашенолоханочной системе. И в данном случае где-то на седьмые сутки у некоторых пациентов наблюдалось мочевой свитч, который, в общем-то, закрывался консервативно просто постановкой стенда. Далее просто таких пациентов мы не брали. Также мы оценили факторы, влияющие на частоту осложнений, такие как оценка по Реннел, такие как размер опухоли, методика выполнения с радиочастотной аблацией или с аноксией, а также расположение опухоли экзофитной, эндофитной или в том или ином сегменте. Однако ни один из этих факторов не влиял, не оказывал влияние на частоту осложнения, не оказывал влияние лишь только временной период включения. Это как раз подтверждает тот факт, что на этапе освоения в начале и лапароскопической резекции, и резекции с применением радиочастотной термоаблации, конечно же, были несколько превышенные показания. Также мы провели анализ функциональных результатов. Вы видите, что результаты были сопоставимы, и в целом функция почки по данным скорости клубочковой фильтрации через 3 месяца никак не уменьшалась. Если же говорить о факторах, которые оказывали влияние, то оказывал влияние только лишь один фактор – это предоперационный уровень скорости клубочковой фильтрации. Также мы оценили выживаемость. Показатели выживаемости вы видите на слайде. Общая выживаемость – порядка 98%, опухолевоспецифическая – около 100%, и выживаемость безрецидивная – также 98%. Мы проанализировали патоморфологические заключения, и в нашем исследовании 63% – это были пациенты с светлоклеточным вариантом почтноклеточного рака, 13% – с папиллярными опухолями, хромофобные опухоли встречались в 12%, и доброкачественные образования были выявлены у 11% больных. Если же говорить о постадийном распределении, то большинство пациентов, конечно же, были 80%, пациентов – это были пациенты со стадией Т1А, 6% – со стадией Т1Б и 3% – со стадией Т3А. Таким образом, радиочастотная термоаблация – достаточно эффективный метод, который позволяет сохранить как функциональный резерв почки, так и, соответственно, экологические результаты, сопоставимые с резекцией почки стандартным применением с аноксией. Спасибо за внимание.